Друзья, очень многие из нас покупают кашемир в бобинах. Покупка не дешевая и очень многие хотят из стопроцентного кашемира связать себе тонкое изделие. На радостях начинаем вязать и с ужасом обнаруживаем, что нить рвется. Вы пытаетесь менять плотность, но что можно сделать с пряжей, которая рвется при малейшем натяжении? И вам кажется, что с мечтами связать в одну нить тонкое кашемировое изделие вам придется распрощаться. Ситуацию спасет самый обычный полиэстер. А если вам удастся еще и подобрать его идеально в тон пряжи, то вы станете обладательницей изделия из кашемира, в котором будет немного полиэстера. Кстати, друзья, когда вы приобретаете в магазине пряжу, сделайте ей вот такой тест. Растяните слегка пальцы и если пряжа вот так рвется, то можете поверить. В вязальной машине она будет рваться тем более. Такая пряжа годится для вязальной машины только в том случае, если вы ее чем-то укрепите. Итак, мы смешиваем наш стопроцентный кашемир с обычным полиэстером. Обе нити устанавливаем в один нитеводитель. Вяжем наш образец и потом и изделие. Толщины тонкая нить полиэстера практически не добавит, но зато добавит прочности вашей пряжи. Вуаля, наш кашемир тончайший. Прекрасно вяжется, как видите. Вы станете обладательницей прекрасного тончайшего изделия из кашемира с небольшим содержанием полиэстера, который отнюдь не повредит вашему изделию. Напротив, добавит прочности вашему изделию и стабильность. И предотвратит от растягивания. После стирки, когда кашемир выпушится, то вообще никогда никто не догадается, что здесь вставлена тонкая нить полиэстера. Мы получили бесподобное тончайшее полотно из кашемира в одну нить. Для того, чтобы закончить образец, достаточно провести один ряд на плотности 10 и совсем небольшой ряд на любой другой плотности. После чего снимаем наше изделие с игломашины. Продолжение следует... Продолжение следует...